Мэр города Анатолий Пахомов, несмотря на дождливую погоду, проинспектировал несколько улиц микрорайона. Затем в здании администрации состоялось рабочее совещание с начальниками отделов района. Главный вопрос – приведение Лазаревского к единому архитектурному облику. Сейчас в районе работают три архитектора-организатора, у которых есть опыт работы на Олимпийской территории. После того, как каждый объект получит паспорт модернизации, необходимо начать преобразование в течение двух недель. Все это под неустанным контролем чиновников. Через определенное время вы обязаны прибыть и выявить, приступил ли он к реализации этого проекта или нет. Если он не это, не больше двух недель, то есть вы в требовании это описываете. Если он не приступил к исполнению, у вас есть административная комиссия. На административной комиссии выносится штраф. Далее идет судебное разбирательство. Это и есть мотивация. Проверить нужно по каждой улице, какие объекты не соответствуют. Это должен быть акт несоответствия объекта. Это должен архитектор-организатор прийти и сказать, из десяти домов шесть не соответствует. И вот и подписал. И этот акт нужно вручить вместе с требованием. В ближайшие дни в районе будет создан специальный штаб по приведению к единому архитектурному облику. Его возглавит глава Лазаревского района Сергей Бражников и заместитель главы города Сочи Олег Ясюк. На центральных улицах микрорайона уже виден результат. Например, на улице Павлова. У нас находится 97 объектов. Из этих 97 объектов мы вручили каждому лично, независимо от собственности домовладения или собственности, мы вручили каждому эскизные проекты. На нашей улице после мониторинга мы определили 48 объектов, которые необходимо было сделать в Пайдер на остекление. Из 48, Юрий Николаевич, мы сделали 48, у нас только в работе. Задача не только сделать красивые фасады, но и поддержать чистоту у себя на улицах. Для этого необходимо заключать договоры со специализированной компанией на вывоз мусора. На тех, кто отказывается поддерживать порядок на своих территориях, чиновники будут составлять административные протоколы. Продолжение следует...